Приветствую дорогие зрители, и добро пожаловать на канал Общественное Здравоохранение. Сегодня мы поговорим об замечательном продукте, который не только вкусен, но и очень полезен для вашего здоровья. Свекла – это уникальный овощ, который вносит значительные изменения в ваш организм, и сегодня мы поймем как именно. Сначала давайте поговорим о том, что делает свеклу такой ценной. Она содержит множество важных витаминов и минералов, таких как витамин С, фолиевую кислоту, железо, магний и многое другое. Важно отметить, что свекла богата антиоксидантами, которые помогают всему обществу бороться со свободными радикалами и укреплять нашу защиту. Исследования показывают, что употребление свеклы может снижать кровяное давление и улучшать общее состояние сердечно-сосудистой системы. Это связано с небольшим содержанием нитратов в свеклах, что может способствовать расширению сосудов и улучшению кровоснабжения. Свекла также богата пищевыми волокнами, которые обеспечивают нормальную работу кишечника и предотвращают запоры. Кроме того, он содержит природные ферменты, которые могут способствовать метаболизму пищи. Для спортсменов и активных людей свекла может стать настоящим сокровищем. Нитраты в свекле могут улучшить выносливость и снизить уровень кислородной нехватки, что положительно влияет на спортивные результаты. Фолиевая кислота в свеклах имеет значение для здоровья мозга. Она помогает поддерживать нормальное функционирование нервной системы и может снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний. Если говорим о фолиевой кислоте, также известная как витамин В9 или фолиат, играет решающую роль для здоровья организма. Вот несколько основных аспектов, демонстрирующих ее важность. Фолиевая кислота необходима для синтеза и репликации ДНК. Это важный процесс для клеточного деления и роста тканей, что особенно важно в периоды активного роста, такие как беременность и развитие детей. Фолиевая кислота образует красные кровяные клетки, которые переносят кислород по всему организму. Недостаток фолиевой кислоты обычно приводит к анемии, что может привести к хронической усталости. Фолиевая кислота может снизить уровень гомоцистеина в крови. Повышенный уровень гомоцистеина повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также повышенные показатели гомоцистеина могут указывать на дефицит витаминов группы В, почечную недостаточность, диабет, псориаз, старческое слабоумие и осложнение беременности. Важность фолиевой кислоты особенно высока для беременных женщин. Ее прием снижает риск развития уплодов рожденных дефектов нервной трубки, таких как спинальная грыжа и аненцефалия. Важно отметить, что недостаток фолиевой кислоты может привести к различным заболеваниям и проблемам со здоровьем, поэтому регулярное употребление пищи, богатое этим витамином, или прием пищевых добавок может быть необходим в некоторых случаях, особенно во время беременности, строгой диеты или медицинских показаний. В заключении хотелось бы сказать, что, как и с любым продуктом, есть некоторые тонкости применения свеклы. Свекла может покрасить мочу и стул в красный цвет, что является нормальным явлением. Кроме того, из-за высокого содержания сахара следует ограничить его потребление людям с диабетом. Всегда важно умеренно включать этот продукт в свой рацион. Свекла может оказывать диуретическое действие из-за высокого содержания нитратов, поэтому не увлекайтесь ею, если у вас есть какие-либо проблемы с почками или мочевым пузырем. Но в целом свекла – это замечательный овощ, который может принести огромную пользу вашему здоровью. Помните, разнообразие в вашей диете клюв к хорошему самочувствию, и свекла могут стать одним из ярких элементов вашего здорового питания. Если вам понравилась эта информация, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Общественное здравоохранение, чтобы публиковать новые интересные видео о здоровье и правильном питании. Поддержите канал. Субтитры сделал DimaTorzok